За историей преследования Алексея Меркушкина на самом деле следят сотни тысяч человек и на неделе в деле появились новые факты. Это улики, прямо доказывающие, что Алексея Меркушкина оговорили и что все это ложь не просто требовало, а устроило следствие. Вещественные доказательства представили на допросе Виктора Гришина, главы семейства, в котором каждый готов образно сожрать каждого. Людмила Кусерова расскажет о последних событиях в зале суда. Во время допроса в зале суда Виктор Гришин сильно нервничал. Было заметно, у него сдают нервы. Он вел себя так, как нормальные люди в суде себя не ведут. Уходил от прямых ответов, пытался неуместно отшучиваться и отрицал очевидные вещи. За наигранным, вызывающим поведением скрывал настоящий страх, когда его выводили на чистую воду. Самым сокрушительным ударом стали его собственные слова, записанные на диктофон во время одного из совещаний на Ламзуре. Виктор Гришин уже после ареста его сына Алексея Гришина сказал собравшимся подчиненным следующее. Я не могу сказать, что Алексей может там все выдержать. Нам адвокат сейчас сказал, на кого у него просят дать указания или показания. Три основных вида показаний и свободен дальше. Алексею вот предложили сознаться в двух эпизодах и оговорить там еще людей, ребят. Предложили оговорить. Теперь этих слов не выкинешь из протокола судебного заседания. И этих оговоренных людей, ребят, мы с вами тоже знаем. Алексей Меркушкин уже третий год в СИЗО. Владимир Мазов и Александр Тренькин под домашним арестом. Все трое борются за правду, а что еще остается? Не признаваться же в том, чего не было. Не наступать же на горло собственной совести и чести. Когда адвокаты попросили Виктора Гришина прокомментировать эти фразы, ведь отпираться бесполезно, слово «оговорить» только в зале Первомайского суда слышали 20 пар ушей. А Виктор Гришин ответил, что такого разговора он вообще не помнит. А оговорить так мог якобы для усиления своего доклада. Я никогда бы не подумала, что такие откровенные глупости можно оговорить на допросе. В суду было представлено еще одно вещественное доказательство. Это письмо, которое в должности ректора Плехановской академии Виктор Гришин написал президенту России Владимиру Путину. В этом письме спустя три недели после ареста Алексея Гришина он рассказывает, что, цитирую, «следователи в обмен на признание в предъявленном обвинении и оговор других учредителей холдинга и чиновников Республики Мордовия предлагают изменить арест в СИЗО на домашний арест и два года условно. В противном случае угрожают арестовать меня, самого Виктора Гришина, его дочь и внука». И от этого текста Виктор Гришин отрекся в зале суда с формулировками «не знаю, не помню». Простите, а разве можно забыть о том, что человек писал президенту России? Это же абсурд, не помнить о таком письме. Исходя из хода мысли Виктора Гришина, получается, что он тогда врал президенту? Не думаю, на такое не решился бы даже самый беспринципный человек. «Виктор Гришин лжет сейчас». Это сверхнаглость и сверхбезответственность. Между тем, Алексея Гришина сразу выпустили из СИЗО, а его сестру Татьяну даже не стали задерживаться и, можно сказать, не допрашивали. И так все подписала, похоже, не читая. Потому что на своем допросе в Пензенском суде она говорила не то, что было в досудебке, а правду. И имя Алексея Меркушкина в контексте преступления практически не звучало. Неужели совпадение? Не думаю. Очень испугало Виктора Гришина его же собственное интервью столицы С, в котором он в 2022 году рассказал, что никакого преступления не было, что экспоцентр продавали по справедливой рыночной цене. И это были не его предположения. Каждую свою мысль он подтверждал фактами. Виктор Гришин прекрасно ориентировался в деталях сделки, в ценах, датах и персоналиях. Вот его цитата из интервью. В Следственном комитете по Республике Мордовии так говорил. Есть коммерческая организация, есть рынок, есть продавец, есть покупатель. Там только лишь одна земля тянет на 160 миллионов по кадастровой стоимости. А ведь имеются еще три здания. А сейчас Виктор Гришин утверждает, что и преступление было, и что виновны в нем уже оговоренные по наущению следствия Алексей Меркушкин и Владимир Мазов. Это не потеря памяти, это полное бесчестие. Еще раз по пунктам. В интервью Гришин говорил, что преступления нет, и рынок определил стоимость экспоцентра. А в суде заявляет прямо противоположное. В какой момент Виктор Гришин врал? В том интервью или сейчас в суде? Тогда, подробно рассказывая обо всех деталях истории с экспоцентром, или сейчас, просто отрицая собственные заявления? Я уверена, что как раз в том интервью Виктор Гришин изложил истинные факты, а лжет он в суде после досудебки, где обязались все свалить на Мазова и Меркушкина. И понятно, почему он лжет в этом промежутке, и появилось досудебное соглашение, и Гришин переобулся. И так практически во всем. В том же интервью Виктор Гришин рассказывал, что досудебное соглашение дети заключили с расчетом на смягчение наказания. А полученным в итоге реальным сроком он тоже возмущался в статье, говорил, что есть вопросы к следствию, к суду. А на заседании, стоя за трибуной, заговорил по-другому, что ничего не знает об этом. Он так заговорил, потому что сейчас и сын, и дочь отпустили условно досрочно. И снова вопрос, кому же Виктор Гришин говорил неправду? Читателям газеты или суду? Картина сложилась как пазл, когда к трибуне в зале суда вышел Николай Меркушкин. Он вышел, как всегда, смело и уверенно. С достоинством. Так ведут себя люди, которым нечего скрывать, сила которых в правде. Было видно, что именно правду, только правду, и ничего кроме правды собирается рассказать суду Николай Иванович Меркушкин. В отличие от Гришиных, которые знали ответы только на вопросы стороны обвинения, путались в деталях и валили вину на невиновных друг на друга, а Виктор, к моему сожалению, даже на дочь. Николай Меркушкин откровенно, максимально точно и подробно рассказал обо всем, что знает, а знает он многое. Работая главой Мордовии в самые сложные для республики годы, будучи сенатором в Совете Федерации, Николай Меркушкин участвовал в создании самых разных законов, направленных на защиту интересов людей. Гришина утверждает, что не обязаны были выкупать акции «Ламзури» у Александра Треньгена. А правда в том, что эта продажа, неугодная теперь досудебщикам, абсолютно соответствовала Федеральному закону об акционерных обществах. Поправка к ФЗ, о которой идет речь, была принята в 2006 году. И если бы государственный обвинитель, как полагается, изучила дело или внимательно слушала показания Николая Меркушкина, она бы поняла, что и в этой части преступления нет. Но дама из прокуратуры что-то с увлечением изучала в своем смартфоне, почти не отрываясь от личной переписки, уточнила, о каком законе так подробно рассказывает свидетель. Прослушала. Такое ощущение, что стране обвинений абсолютно все равно, что отвечают на ее вопросы. Похоже, государственного обвинителя совсем не волнует, что на кону этого судебного процесса стоят человеческие судьбы. Николай Меркушкин делает замечание и, как всегда, с достоинством. Отвечает на реплику, что вот этот человек представляет государство. Государство можно представлять по-разному. После этого прокурор отрывается от телефона, начинает слушать. Допрос продолжается. Гришина утверждает, что акции Ламзури стоили совсем дешево, потому что за копейки они их и покупали у миноритарев, мелких владельцев в обход закона. Проворачивали все через третье юридическое лицо, то есть мошенническим путем скупали акции за бесценок по номиналу. А номинал – это копейки. За эту подлую скупку и обман народа по его же жесткой установке отвечал Алексей Гришин, только он, а не кто больше. Миноритарии – люди, которым акции достались в начале 90-х. Эти люди, не сведущие в экономике, обмануть их Гришину было проще простого. И стыдно ему совсем не было. Между тем, уже 18 лет существует закон, о котором говорил Николай Меркушкин. В этом законе написано, что если у акционера на руках 95% акций, а у инвестальянса главного предприятия столько и было, он обязан выкупить оставшиеся акции. Подчеркну, именно обязан, других вариантов нет. И выкупить должен только по рыночной цене. Для определения рыночной цены существуют различные процедуры оценки, которые уважающие себя предприятия делают ежегодно. По сути, этот закон защищал тех, кто в свое время на ваучеры купил акции, чтобы этих людей, которые не знают тонкостей законодательства, не заставляли продавать свои ценные бумаги за копейки. Поэтому Гришина, к тому времени уже собственники Ламзури, обязаны были выкупить акции Тренькина по рыночной цене. Это не Александр Тренькин принуждал их к такой сделке. Таков был закон. Тренькин, как профессиональный экономист, все делал в соответствии с федеральными требованиями. Он-то как раз законы соблюдал, отстаивал свои права. В противном случае он готовился подать в суд и выиграл бы его, и акции все равно бы купили. Гришины понимали, что в таком случае в суд пошли бы и все остальные миноритарии, у которых акции ранее скупили за бесценок. И по результатам этих судов Гришинам пришлось бы заплатить в десятки раз больше, чем одному Тренькину. Поэтому они решили в его отношении соблюсти закон и выкупили акции Ламзури по справедливой рыночной цене. И даже на головную, а не третью компанию. Федеральный закон об акционерных обществах с поправками разных лет можно легко найти в интернете. Но в ходе этого заседания выяснилось, что следствие как будто бы не в курсе. Сфабриковали дело, а уточнить правомерно ли обвинение не смогли. И что, очевидно, ближе к правде не захотели этого делать. Разложим все по полочкам. Эта сделка с акциями, которую пытаются выдать за взятку, главный предлог задержания Алексея Меркушкина в СИЗО. За решеткой теряет здоровье он уже третий год. И ни мордовские следователи, ни следователи Нижегородского следственного комитета, ни суды в республике намеренно не замечали тот самый закон об акционерных обществах, в полном соответствии с которым у Тринькина выкупили акции. Закон федеральный прямого действия. Почему намеренно не замечали? Да потому что тогда дело бы развалилось, а кому-то очень нужно, чтобы оно существовало. Вот и представитель Пензенской прокуратуры только в конце заседания, на котором выступал Николай Меркушкин, спросила, а что это за закон, какой его номер и как его найти. Надеюсь, сейчас она его нашла и внимательно прочитала ту часть, которая устанавливает правила выкупа акций у миноритарных акционеров. Алексей Гришин, когда ранее давал показания в суде, тоже делал вид, что вообще ничего не знает об этом законе, и что акции Тринькина им были не нужны. Но все знают классическую формулу. Незнание закона не освобождает от ответственности, соответственно и от исполнения. Но, похоже, жизненное кредо Гришина совсем иное, и он сам его озвучил в зале суда. Нужно и уметь воровать, и обязанности чиновника выполнять. Выкуп акций за бесценок у миноритариев, маленьких акционеров, которые на них ваучеры в свое время обменяли. Чем не воровство? Сделку с Тринькиным в свое время проверяли другие, очень компетентные органы, и сделали заключение, что взятки, связанной с куплей и продажей его акций, не было. Опять же, потому что такой порядок диктует закон, но сегодня есть уголовное дело, и оно кому-то очень нужно. Судье в этой ситуации непросто, он уже полгода разбирается в этом сфабрикованном деле. А сколько еще предстоит увидеть и услышать? Отличить правду от лжи, истину от фальши. Для судей это архисложный экзамен. Но для того еще со времен Римской империи человечеством создан независимый суд. Его беспристрастность – главный залог существования и развития цивилизованного общества. И мы уверены, несмотря на ложь и клевету, сложнейшие хитросплетения кукловодов и опасные подводные камни, судья разберется в этом деле, отыщет путеводную нить, которая в конце приведет к истине. Она не где-то рядом, она на поверхности. И ее видят и понимают сотни тысяч людей, которые следят за этим делом. Увидит ли ее Фемида?